Привет! Вы смотрите «Как так?». На нашей планете постоянно что-то происходит. То пандемия коронавируса, то распоясывшийся птичий грипп, то свирепствует лихорадка Эбола, а еще вирус чикунгунья, корь, лихорадка Денге и Мерс. Да, вы угадали. Этот выпуск посвящен вирусам. Так что вы мыть руки, продезинфицируйте площадь вокруг себя. Мы начинаем. Вирусов много, и они разные. Есть даже компьютерные, а еще всяческие вирусные видео и так далее. Но мы поговорим о тех самых вирусах, которые изучает вирусология. Окунемся немного в историю. Была такая статья. Опубликована она была в 1892 году и незарубежным ученым-мужем британского подданства, а нашим русским ученым – Дмитрием Ивановским. Он в своей работе изучал заболевания листьев табака. Подробнее вы можете прочитать в интернете, а мы пока разберемся, что такое вирусы и как они появились. Честно говоря, до конца, как с человеком, с вирусами, здесь так и не разобрались. Ну, хотя по той причине, что мы, в принципе, представляем, когда жил общий предок всех людей, всех человекообразных обезьян, и, в принципе, обезьян, как он выглядел, на кого он был похож, то вирусы возникли примерно тогда же, когда и сама жизнь возникла, миллиарды лет тому назад. И поскольку мы пока еще не совсем точно представляем, лишь с более-менее каким-то успехом прогнозируем, какой была первая жизнь, то нам сейчас сложно сказать, какими были первые вирусы. Но разнообразие вирусов, их разнообразие их жизненных циклов и так далее, говорит о том, что у первой жизни уже были первые вирусы. И несмотря на то, что первая жизнь вообще была не похожа на современную нам, вирусы, которые когда-то возникли в те времена, они адаптировались и научились существовать в условиях современной нам жизни. И с тех пор, вот, уже миллиарды лет, они сопутствуют и паразитируют на разнообразных жизненных формах, которые, в принципе, в нашей планете существуют сейчас, существовали когда-то, и их очень много, очень разных. Они различаются и по строению, и по... Ну, клиновые кислоты формируют их геном, по тому, как репликаторы вирусные работают. Все эти вещи у вирусов очень разные. Быть или не быть? Этим вопросом задавался Гамлет. Студенты задаются вопросом, идти на пару или не идти. А вот в рамках нашей программы мы задались вопросом, живые вирусы или нет? Так что дать стопроцентного ответа на вопрос, что такое вирус, ну, наверное, нельзя, да? Мы можем согласиться с тем, что это не клеточная форма жизни, да? Хотя, на самом деле, очень много до сих пор существует мнений на тот вопрос, можно ли вирусы считать живыми или они все-таки не живые. Тут можно найти людей, которые склоняются и к той, и к другой позиции. Ну, я лично склоняюсь к тому, что вирусы – это все-таки живые вещи. Не знаю, можно ли их назвать организмами. И вирусы живут не тогда, когда, как обычно привыкли думать, как на картинках изображают, когда вирус находится в форме вириона, такой кругленький, с шипами. А вирусы живут, когда они внутри клетки существуют в виде биомолекул. Они как бы вот этой клеткой, в которой они поработили, подчинили себя, они этой клеткой живут. Вот такая концепция вироклетки, которую вот в конце еще 20 века, по-моему, предложили, мне она кажется наиболее рабочей. Но вот так вот сказать 100%, что вирусы живут так же, как и другие живые организмы, как наши с вами клетки, конечно, нельзя. Это достаточно отличающаяся форма жизни. За многовековую историю существования философии вопросом, что такое бытие, задавались многие мыслители от Платона до Хайдеггера и так далее. И мы до сих пор ищем ответ на этот вопрос. И он у каждого свой. Но давайте отойдем от человека и вернемся обратно к вирусам. В чем же смысл их бытия? Вирусы, как и все любые живые организмы, существуют для того, чтобы размножаться, распространяться. Поскольку вирусы, не имея собственного метаболизма, как бы оживут, используя ресурсы клеток, на которых они паразитируют, естественно, они могут размножаться и распространяться только в популяции клеток хозяев. Но наша биосфера с момента ее образования была уже богата вирусами. И с тех пор вирусы, как бы, встроились в нее, можно сказать, и выполняют там ряд серьезных функций, без которых биосфера, какой мы увидим, не могла бы быть такой биосферой. Если мы считаем, что существующая наша биосфера правильная, как бы она такая, как должна быть, то вирусы – это ее неотъемлемая часть. Вирусы всякие нужны, вирусы всякие важны. Человечество без вирусов не смогло бы. Они приносят нам не только заболевания, но и кое-что еще. В частности, например, вирусы эффективно замыкают круговорота углерода. То есть они обеспечивают возможность углероду вернуться из органического состояния в неорганическое без вирусов. Этот цикл длился бы очень долго, и, возможно, в результате наша планета совсем жизнь могла бы и потерять. Например, если бы живые организмы слопали весь углекислый газ, который есть в атмосфере, и парниковый эффект бы исчез из-за этого, то, как и было на самом деле у нас, как минимум дважды в истории нашей планеты это встречалось, что из-за исчерпания ресурсов углекислого газа в атмосфере планета замерзала. Если бы вирусов не было, это бы случалось значительно чаще. Существует огромное количество разнообразных форм вирусов, которые имеют различную структуру и способ размножения. Но как им это удается? Вирус, если говорить по-простому, вирус – это нуклеиновая кислота и несколько белков, которые находятся внутри оболочки. И задача вируса, вириона, да, заразить, найти, случайным образом это обычно происходит, нового хозяина, который способен быть этим вирусом заражен, и обеспечить репликацию вирусной нуклеиновой кислоты внутри клетки нового хозяина, и покинуть эту клетку в ходе разнообразных циклов вирусной инфекции. Это может быть литическая вирусная инфекция, когда клетка, зараженная вирусом, лопается, и новое поколение вирусных частиц выходит в кружащее пространство, и там рано или поздно встретится, а может быть, и не встретится с новой, готовой быть зараженной клеткой. Либо вирус может встроиться в хромосому клетки хозяина и какое-то время там сидеть, при этом клетка будет продолжать расти, делиться, и при своем делении она будет также размножать и вирус, который является в данный момент частью ее генетического аппарата. Или медленные какие-то инфекции могут осуществляться, когда вирусные частицы постоянно образуются в ходе репликативного процесса в цитоплазме клетки хозяина и постепенно отточковываются и выходят во внешнее пространство. То есть вирусы бывают разные, и каждый из них выбирает какой-то вот этот свой путь. Мы продолжим обелять имидж вирусов. Знали ли вы, что вирусы также причастны к формированию нашего генома? Как тебе такое, Илон Маск? Совершенно ясно сейчас, что вирусы обеспечивают серьезную часть актов переноса генов из одного организма в другой. Потому что вирусная инфекция далеко не всегда бывает литической, то есть приводящей к гибели клетки, которую вирус заразил. А бывают и другие формы вирусных инфекций, в ходе которых выживают те клетки, в которых вирусы родились. И, соответственно, вирус, который из такой клетки вышел, в ходе своей сборки может захватить частицу генетического материала той клетки, в которой он родился, и перенести в новую клетку, которую он заразил. И таких примеров множество. Наш геном, собственно говоря, это поле битвы клеток нашего вида с вирусами. Больше половины нашего генома это остатки нежиспособных вирусов, которые когда-то наших предков заразили. И там так и остались. И более того, очень многие наши гены, это гены именно вирусного происхождения. И эти гены играют серьезное значение. Например, ген синцетциального белка, который дает возможность образовываться плаценте. Да, плацентарные животные бы не появились, если бы не был одомашний ген, вернее, не был бы одомашний вирус, встроенный в наш геном, который несет вот этот ген синцетциального белка. Очевидно, изначально этот ген нужен был вирусу для того, чтобы обеспечить контакты между клетками, по которым он мог бы заражать новые клетки, не выходя во внешнее пространство, где мог бы быть обнаружен клетками иммунной системы. То есть такое приспособление вируса было очень полезно. Что нужно для биоразнообразия? Многое. В том числе и вирусы. Дальше вирусы являются серьезными участниками модели, которая называется убить победителя, которая не дает распространиться в мире и захватить так все жизненное пространство какому-то одному виду живых организмов. Это особенно в мире микроорганизмов важно. Если вдруг какой-то один вид начинает превалировать, он начинает занимать все возможные места для жизни, то одновременно это делает его удобной мишенью для вирусов, которые паразитируют на этом виде. И через какое-то время количество клеток этого вида уменьшается. И таким образом наличие разнообразных вирусов в биосфере является главным фактором биоразнообразия биосферы. Именно вирусы дают возможность в биосфере существовать одновременно большому разнообразию разнообразных видов живых существ. И это делает биосферу более устойчивой. Что общего у вирусов и литературы? А как минимум общие принципы с Аллой Королевой из «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Вирусы заставляют другие живые организмы эволюционировать быстрее. Это так называемая модель Красной Королевы из сказки Льюиса Кэрролла, «Алиса в Зазеркале». Помните, там Красная Королева говорила, что у нас здесь надо, чтобы оставаться на месте, бежать изо всех сил. Вот тут ровно то же самое. Всех нас, всех живых организмов на нашей планете заставляют делать, в том числе и вирусы. Наши популяции организмов постоянно приспосабливаются к тем вирусам, которые их атакуют. Ну, что очевидно, что лучше кормить себя, чем вирус, да, и пытаться от вирусов избавиться. И, с другой стороны, вирусы постоянно приспосабливаются, чтобы все-таки заражать своего потенциального хозяина. И вот в этой бесконечной гонке эволюция значительно ускоряется как у вируса, так и у его хозяева. И благодаря этому, например, существует высокоэффективная иммунная система современных нам сложных организмов. Без вирусов такой бы эффективной иммунной системы тоже бы не было. Теперь я заболел! Аж в дрожь бросает! Как подумаю, что со мной может сделать эта простуда! Существует мнение, что много-много лет назад, еще на заре зарождения жизни на нашей планете, ответственными за появление кислорода были в том числе и вирусы. Но как? Да, еще одна причина заключается в том, что, например, примерно 20% фотосинтеза нашей планеты, значит, получается, 20% кислорода, которым мы дышим, это продукт фотосинтеза с белков, которые кодируются вирусными генами. Это гены, это вирусы, вернее, разнообразных цианобактерий. И так уж получилось, что эти вирусы в ходе многократных там актов заражений и выхода из клетки захватили с собой кусочек бактериальных генов, включающих в себя гены комплекса фотосинтеза. И они их перетаскивают новым хозяевам. Вирусу, в принципе, это неплохо выгодно. Если он вдруг после заражения на какое-то время притихнет, то хозяин получает более эффективный фотосинтезический аппарат и, соответственно, будет лучше размножаться и у вируса будет новое поле для жизнедеятельности, когда хозяева больше поделятся. Да, а нам, может быть, и неплохо от того, что кислород эти нам, микробы в ходе этого процесса насинтезировали. Фотосинтез, прониковый эффект, эти слова звучат все чаще и чаще. А вместе с ними в новостных заголовках стали появляться и такие тезисы, как вечная мерзлота тает, в вечной мерзлоте таится угроза и так далее. И вот в 2022 году российские ученые и их французские коллеги решили изучить вечную мерзлоту на предмет вируса. Решили они изучить образцы семи проб из регионов сибирской вечной мерзлоты и обнаружили они там 13 вирусов возрастом до 48 с половиной тысячи лет. Но насколько опасными могут быть эти вирусы? Вирусы там всех заразил. Ну, не знаю, разочарую, наверное, вас. Очень маловероятно, что вечная мерзлота станет источником вирусов, которые, например, смогут заражать человека. Хотя бы по той причине, что вирусы очень специфичные патогены. Они заражают не все клетки подряд, а конкретные клетки конкретных организмов. И, соответственно, чтобы в вечной мерзлоте были какие-то патогены человека, в вечной мерзлоте должны были останки людей в большом количестве содержаться. И, соответственно, тогда можно было предположить, что из этих останков можно бы выделить какой-то вирус, который потенциально мог бы человека заразить. Но те вирусы, которые находятся сейчас в вечной мерзлоте, это чаще всего вирусы бактерий в фаге и вирусы беспозвоночных, а если быть более конкретно, вирусы простейших. Это вирусы разнообразных амеб. И не стоит думать, что в биосфере очень много вирусов именно человеческих. Людей, в принципе, несмотря на то, что их очень много, в целом их не настолько много, как разнообразных одноклеточных организмов. И, собственно говоря, вирусы одноклеточных организмов в биосфере распространены наиболее всего. Вот их и выделяют из вечной мерзлоты сейчас. Все вот эти пандора-вирусы, мини-вирусы и прочие, это вирусы амеб. Да, они, конечно, очень интересные, относятся к группе гигантских вирусов, и ровно по этой причине их, наверное, очень интересно изучать, но это все вирусы простейших. Возник вопрос. Если эти вирусы не несут человеку опасности, то зачем их тогда исследовать? В контексте изучения биоразнообразия вирусов это, в принципе, достаточно интересно. Это, конечно, не сколько прикладная, сколько фундаментальная задача. То есть мы знакомы с нашей биосферой, да, и, в принципе, представляем, какое биоразнообразие вирусов в этой биосфере сейчас существует. Мы это очень активно изучаем, особенно на фоне вспышки интереса после разнообразных пандемий. Но мы достаточно мало знаем о том, какова была в контексте вирусного биоразнообразия биосфера в прошлом. Мы можем только предполагать. У нас до этого были только данные наших геномов, потому что в наших геномах остаются следы от крупных эпидемий, самых, например, разнообразных. Мы можем предположить, что вот там сколько-то там тысяч лет назад, там 20, 30, 40, там данная группа животных, например, человека, претерпела атаку, какую-то эпидемию с предположительно вирусной теологией. Вот поэтому произошли определенные изменения в геноме, которые в нем закрепились, и вот мы эти изменения так можем интерпретировать. А только когда мы изучаем вечную мерзлоту, не обязательно вечную мерзлоту, можно эти керны ледовые из Антарктиды или из Гренландии изучать, там тоже будут вирусы. Вот, изучая эти объекты, мы получаем представление о реальном. Шмосподи, что это ты расчехался? Ничего. Это обычная простуда. Чего? Наука имеет удивительную способность вдохновлять людей и обогащать нашу жизнь. Научные открытия приводят к новым технологиям, которые улучшают качество жизни и расширяют наше понимание мира. И вирусология не исключение. История вирусологии вдохновляет очень сильно, начиная от тех времен, когда вирусы были только открыты, там куча интересного происходило, и заканчивая теми возможностями, которые вирусология в принципе биологической науке дала. Потому что современная биология, молекулярная биология методически, то есть те методы, которыми мы сейчас пользуемся, во многом обязаны вирусологии. Именно вирусология позволила добиться, разработать те методы, которыми пользуется вся молекулярная биология сейчас, в принципе. Потому что именно на вирусах эти методы были впервые изучены, разработаны и так далее. Что уж говорить, например, на слуху. Система редактирования геномов CRISPR-Cas, все про нее слышали. Это бактериальная система. Откуда мы ее сейчас используем для редактирования геномов, а на самом деле это система внутриклеточного иммунитета бактерий против вирусных инфекций. Эта система предназначена для сравнения последовательностей нуклеотидов, предположительно вирусных. Бактерия не знает, у нее нет глазок, ручек, ничего. Но бактерия постоянно проверяет свое внутреннее пространство, например, наличие каких-то странных последовательностей нуклеотидов. Вирусных нуклеиновых кислот. И у бактерий есть библиотека, где есть короткие кусочки от вирусов. И она сравнивает, а не соответствует ли вот эта странная нуклеиновая кислота какому-нибудь из участков в этой самой библиотеке коротких кусочков. И если соответствие есть, бактерия быстренько ДНК пытается нарубить на части, пока вирус не начал размножаться и пока ее не убил. То есть ни для какого редактирования геномов бактерия эту систему CRISPR-Cas не использует. Она использует как систему противовирусной защиты. И собственно говорим в бактериях ее и нашли. Просто додумали, как ее можно использовать для выполнения каких-то других задач. Ну и много чего другого. Вакцины. Вообще в принципе идея о том, что наследственность основана на нуклеиновых кислотах. Это тоже из-за осторогии пришло. Марта Чейс и не помню как фамилия Херши у второго ученого. Они обнаружили, что когда ФАК заражает бактерию, а ФАКа уже на тот момент было известно, состоит из белка и нуклеиновой кислоты, то белковая часть остается снаружи, а только нуклеиновая кислота внутрь клетки бактерии проникает. Это было в 1952 году. И именно это явилось доказательством того, что наследственность всех живых организмов нашей планеты обеспечивается именно нуклеиновыми кислотами. До этого считали, что много кто считал, что это белки. И тут явился провержением вот этого заблуждения. И уже после этого собственно говоря в современной биологии родилась генетика и все прочие науки основаны на знании о том, что нуклеиновые кислоты какие функции они выполняют. В последние годы на нашей планете было множество вспышек вирусов. Самые запоминающиеся пандемии коронавируса. Мир был в ужасе. Действительность воспринималась как предшествие обители зла или же пира во время чумы. Вирус хочет нас убить, писали таблоиды. Но этот тезис не совсем правильный. Заразность очень сильно увеличилась, а патогенность параллельно снизилась. Вирусу невыгодно убивать своего носителя. Вирусу выгодно, чтобы носитель бегал все время, чихал, кашлял на всех остальных и при этом распространял его в популяции потенциальных новых хозяев. Поэтому если вирус заставляет своего хозяина лежать в постели две недели не вставая, естественно, такой бойной вирусу пользы большой не принесет, потому что за время болезни такой больной не заразит достаточно большого количества новых хозяев. А вот если вирус такой, едва-едва чихает, просто человек кашляет, но при этом температура невысокая, то такой, собственно говоря, хозяин именно для распространения именно этого варианта вируса делает значительно больше. Именно поэтому менее патогенные, но более заразные варианты вируса все время появляются. То есть эволюция вируса популяции хозяев, она именно вот так и происходит. Попадает в него и первично проявляет свойство какая-то более-менее патогенная и при этом достаточно заразная форма в ходе дальнейших поколений поколений вирусов патогенность вируса снижается, а заразность повышается. Это нормальная ситуация. Вот. Но этот заразный, очень заразный современный нам SARS-CoV-2 может, например, случайно встретиться и рекомбинировать в организме человека с какой-нибудь сильно патогенной версией другого коронавируса. Их тоже существует. SARS-CoV-1, MERS и другие варианты коронавирусной инфекции, которые для человека высоко патогенные. Они мало заразны, но патогенность у них высокая. Например, при заражении MERS умирает не менее 30% от людей, которые с этим вирусом были заражены. Если представить, а у него есть природный резервуар, у MERS это верблюды, например. Вот. И если какой-нибудь бедуин будет одновременно зараженный MERS из SARS-CoV-2, то существует ненулевая вероятность рекомбинации этих вирусов. Она у коронавирусов происходит сложнее, чем у вирусов-гриппов, потому что их геном коронавирусов не сегментированный. Но она не невозможна, потому что на примере тех же самых коронавирусов SARS-CoV-2 мы видим, что рекомбинация среди вот этих SARS-CoV-2 происходит, и многие варианты SARS-CoV-2, которые являются сейчас, это продукты рекомбинации других SARS-CoV-2, которые рекомбинировали и дали новый вариант. Значит, и с MERS может быть рекомбинироваться. Если это произойдет, то с ненулевой вероятностью появится вариант коронавируса с заразностью SARS-CoV-2 и с летальностью MERS. И это будет очень плохо. Не стоит забывать, что вирусы все же не такие уж белые и пушистые. Если вы чувствуете, что заболели, останьтесь дома и обратитесь к врачу. И вот почему. мы видим, что популяцию человека все время стараются забежать какие-то новые вирусы. Все там слышали лихорадка Эбола, лихорадка Марбург, смертельные заболевания, умирает не менее 50% заболевших, а в некоторых вариантах 80-85% заболевших. Откуда берутся заболевшие, если все умирают? А на самом деле они постоянно популяцию человека заносятся от своих природных хозяев в лесу. Да, это вирусы летучих мышей. Вот, просто пока нам везет и к человеку приходят вирусы, которые сильно патогенные, но при этом малозаразные. И они в основном распространяются только лишь при тесном контакте больного человека с какими-то другими людьми. Они распространяются в тех культурах, где там с больными, умирающими от страшной инфекции, вся деревня приходит прощаться, они с ним обнимаются, целуются, трогают его и так далее. Потом себя. Вот, в этих тесных контактах вспышки происходят. Но как только мы включаем хотя бы небольшую гигиеническую процедуру, там, изолируем больного, вспышка тут же исчезает. Это как раз по той причине, что вирус очень плохо передается. Вирусология вдохновляет нас своими открытиями и научными достижениями. Благодаря этой области науки мы можем глубже понять природу вирусов, их механизмы действия и эволюцию. Наука вирусологии помогает разрабатывать вакцины и методы лечения инфекционных заболеваний, что спасает миллионы жизней. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что посмотрели его. Где-то здесь, как всегда, ссылка на наши социальные сети. Что делать, вы знаете. Пока-пока. Гриб, йоу, ты должен быть настороже, должен знать о гриппе, он ведь в воздухе уже сделал ее укол, чтобы грипп отвалил. Я ненавижу грипп, хочу, чтобы он отвалил. Субтитры сделал DimaTorzok